Добрый день. Наталья, я вас уже знаю по многочисленным акциям протеста и прежде всего связанных с газодобычей в поселке Жейхар. Видел вас на митингах, мы общаемся, поэтому даже называю по имени. Вы могли представиться для зрителей Клименко Тайм и рассказать, что сегодня за судебное заседание в этом здании? Здравствуйте, Наталья Потоцкая, местный активист, юрист. Мы сегодня находимся в здании 2-го административно-отвращенного суда по слушанию дела по иску жителей, совместной иску жителей Хайкова и жителей поселка Бабаи. Вот со мной рядом стоит истец, который проживает в поселке Бабаи и дома жителей поселка Бабаи, частично жителей Основянского района, находятся на территории, которую отвели в этот участок под газодобычу. Причем сделали это каким-то образом правильно, так что жителям это стало известно, когда уже были выданы все разрешающие документы. Но кто успел, прыгнув в последний вагон, обратился в суд. Остальные жители теперь просто за нашей спиной стоят и нас поддерживают. Внизу у нас сегодня митинг. Как много сегодня собралось жителей? Я вот видел, более 20, я так считаю. Я тебя не считала. Они и здесь в помещении суда, и там были. Да, вот мы же, здравствуйте, вот у нас тут суд, мы же бы не мешали. Вот мы сегодня так полагаем, что будет, ну, может быть финальное, может быть нет, но мы же не знаем, как суд будет решать. Но рассмотрение этого дела уже, в общем-то, подходит к концу. У нас сложилась такая ситуация. По этому делу было два иска. Один житель, один впоследствии обратился в Гурсовет и общественная организация. Спасибо им большое. Но они обратились позже, и решение по их иску у нас совпадает частично предмет отмена одного разрешающего документа. Это который департамент экологии, да? Департамент экологии, да, который выдал, да, высновок такой, заценки вплыва на Духгиве. Так вот, спилпадая, Алла Часткова, и решение по делу Гурсовета, ну, в общем-то, оно тоже в интересах жителей и города, оно вынесено, оно отменило этот выставок. Но жители очень беспокоятся, потому что их обманывали неоднократно, они хотят получить в своем деле решение по этому вопросу. Потому что еще впереди есть касационная инстанция, и, возможно, касационная инстанция может принимать, ну, какие угодно решения, мы же понимаем. Поэтому жители хотели бы участвовать и в касации. А если наше дело на основании того, что в другом деле, связанном с ним, вынесено решение, которое позволит закрыть дело, наше дело закроют, то жители утратят эту возможность и будут полностью отстранены. Кстати, вот громадский, если я хочу сказать, была отстранена, как на начальном этапе, когда ей ничего не сказали и без нее приняли решение о том, чтобы отдать эти площади под газодобычу, включая туда людей и дома. То и сейчас получается, как бы мы вот на грани возможности вот этой вот, вернее, угрозы утратить эту возможность, влиять на этот процесс. Вот это жители очень беспокоит, поэтому имейте на помощь. И можно обратиться к жителям, да? Да. Спасибо. Спасибо.